Привет! Меня зовут Владимир Соловьев, я дизайнер и иллюстратор, и сегодня я вам расскажу, как я перерисовал собственный логотип для сайта. Я его использую повсеместно и везде. Он очень мне пригождается. Можете увидеть его в заставке. Ну что ж, поехали! Сейчас я вам покажу, с чего я начал и как я пришел к результату. Я беру кисточку фломастер и начинаю первые эскизы. Хочу создать логотип, который бы выглядел рукописным и аккуратным. Рассматриваю, какие буквы есть у меня в логотипе, сколько их и как они пишутся, и с кем они находятся рядом. Очень важно рисовать буквы, учитывая ширину штриха, потому что все буквы имеют внутренний объем. Вот я пытаюсь найти какое-то геометрическое решение, может быть что-то зарифмовать, найти какие-то интересные ходы. Сейчас важно просто попробовать различные варианты. Поискать, зарифмовать. Вот, например, какой-то более смелый ход с буквами в виде каких-то корней. Пытаюсь найти интересные ходы графические, упрощения. Вот, например, я пытаюсь найти ритм в буквах В и А. Попробовать поставить друг над дружкой Вовка и Соловьев. А вот мне приходит в голову идея поискать ритм в буквах. Узкие круглые буквы и узкие остальные буквы. Такой геометрический гротеск, выполненный кисточкой. Мне нравится, когда часть букв выполнена мелко, а какая-то крупно. Я пытаюсь и эти варианты прорабатывать. Вот пытаюсь смешать эти варианты, чтобы были круглые широкие буквы и узкие остальные. Мне хочется попробовать какой-то средний вариант и более конкретно его проработать. Поэтому я беру линейку, рисую линию, чтобы на них нарисовать буквы и проработать геометрию между самими знаками. Более четко поймать этот ритм, который я пытаюсь найти. Все круглое, большое. Все тоненькое, острое. Я использую белый маркер, чтобы поправить какие-то огрехи. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам интересно смотреть, что я делаю. Одновременно мне хочется вернуться к варианту, когда гласные буквы маленькие. Подсчитываю буквы и решаю попробовать по-другому немножко. Вот такой вариант, который похож на корни или какие-то закорючки. И вот появляется вариант, который мне понравится и который я буду в дальнейшем пытаться улучшить. Вот появляется написание. Я прорабатываю ширину штрихов и вижу, что это очень хорошо выглядит. Размышляю над видом буквы L. Теперь я пробую еще несколько вариантов и понимаю, что надо будет вернуться к предыдущему. Вот еще раз решил попробовать геометрические буквы уже другой кисточкой. Сравниваю, какие могут быть написания у разных букв. Широкое или узкое. А может быть даже сделать динамично, чтобы в разных вариантах были разные ширины букв. Пробую еще один вариант. Совсем прощенная геометрия. Треугольники и круги. У кого-то, может быть, возникнул вопрос, зачем вообще это делаю? Почему бы не взять какой-то декоративный шрифт и написать? Но, собственно, так декоративные шрифты и появляются. Вы берете и рисуете буквы, а потом их превращаете в декоративный шрифт. Отличие лишь в том, что у меня получается более индивидуально, потому что я конкретные буквы ставлю рядом. А про другие буквы, которых нет в моем логотипе, я даже не задумываюсь, как они должны выглядеть и как они должны стоять рядом с другими буквами. Я попробовал еще несколько вариантов бодрого написания и очень контрастного написания с широкими штрихами и узкими маленькими буквами. Кроме варианта Вовка Соловьев, я еще прорабатываю вариант Вейлсо. Вовка Соловьев.ру это мой основной сайт, а Вейлсо это зеркало, которое ведет туда же, и которое я использую, чтобы делать краткие ссылки для красоты. Как видите, я пытаюсь астаковать В с буквой Л, срешмовать В с буквой О, обыграть геометрию треугольника, которая видна в этих буквах. Но этот вариант мне не очень нравится, потому что он излишне геометричный и совершенно не отражает моего характера, который я бы хотел вкладывать. Еще несколько попыток, которые выглядят как бы как роспись. Я понимаю, что это уже неинтересно и решаю остановиться. Я переношу последний кадр записи в иллюстратор и начинаю векторизовывать вариант, который мне понравился. Для начала просто векторным пером обвожу все буквы, чтобы поймать их скелет. Вот буква С, я считаю ее одной из самых сложных букв в латинице, потому что здесь надо поймать очень хорошо скругление, которое друг дружку переходит, и не потерять ритма, потому что буквы округлые и при этом очень плотные, там как бы три линии туда-сюда зигзагом. Вот основу букв я обвел и расставляю их по линейке, копирую то, что повторяется, и пытаюсь теперь их сделать объемными. Пробую сделать это через инструмент утолщения линий, но понимаю, что это не очень контролируемый способ. Для такой работы не нужно никакое перо, очень удобно работать мышкой. Вы используете обычный Pentoo векторный инструмент, вы четко контролируете, где находятся у вас точки, как наклонены плечи, какой они длины, как расположены утолщения и насколько они симметричны или несимметричны. Пока что это еще не написание, а просто поиски геометрии нужных мне размеров букв, поиск принципов их построения и взаменного расположения. Приступаю к обводке. Вот первый результат. Мягкий дизайн – это очень скрытый процесс. Люди, которые не увидят этот ролик, они даже, скорее всего, не заметят разницу между моим старым логотипом, который можно встретить в старых роликах, и новым, который я использую в последних видео. Но будет больше ощущения аккуратности. А вам, кто смотрит этот ролик, будет отчетливо видно, что же именно изменилось. Букву К я сделал из буквы В. Это очень важный ход, который позволяет мне, с одной стороны, зарифмовать, а с другой стороны, сэкономить силы на том, чтобы делать все буквы одинаковые. Это очень удобный способ достичь того, чтобы буквы выглядели единообразно. Теперь я стараюсь найти, как должна выглядеть окружность в буквах О и А, как должна выглядеть капля, какое должно быть скругление у кепки, как должны выглядеть вертикальные линии. Переходим к работе над буквой С. Расставляю ключевые точки и начинаю выравнивать плечи. Повторяющиеся буквы О я копирую. Букву Л я делаю из прямой от буквы А. Букву В я делаю из той же буквы В, которую уже имею. Вот в этом месте я проделаю немного лишней работы. Обвел букву Е. Потом зачем-то решил подогнать скелет, которым я уже на самом деле не пользуюсь, поскольку представляю, как буквы уже выглядят. И вот в целом эскизное написание я воссоздал. Уточняю ширину штрихов у некоторых букв. Уточняю расстояние. Теперь я перехожу к работе над геометрией самих букв. И буду потихоньку менять их внешний вид, чтобы прийти к более простому и лаконичному виду. В первую очередь надо все успокоить, потому что то, что хорошо выглядел на бумаге, сейчас выглядит очень неоднородно. Такие прыгучие буквы будет очень неудобно использовать. В разных размерах они будут выглядеть слишком активно и много забирать на себя. А это не всегда требуется от логотипа. И кроме того, его очень сложно будет устанавливать в какие-то прямоугольники, которые часто используются на сайтах или на прямоугольных холстах, ну или где-то еще, где всегда есть ровный прямой край. Вот из одной буквы я делаю другую, чтобы не задумываться о том, как повторить ширину. Как видите, при работе я очень часто приближаю и удаляюсь. Мне это удобно. Мне не очень нравится, когда находятся два одновременно изображения, рядом большое и маленькое. Мне проще смотреть в одну точку. Кроме того, мне не очень получается сохранять историю версии. Я работаю всегда с одним объектом. И обратно к предыдущим вариантам очень редко возвращаюсь. Вот я работаю над буквой К, чтобы у нее были не такие длинные ноги. Мне очень нравится, как получился ее правая нижняя нога из буквы В. Этот прием дойдет до финального варианта, а все остальное достаточно сильно изменится. Посмотрите. Вот я наконец пришел к варианту, который я видел на эскизе у себя. Все выровнял. Поставил все штрихи на нужные места. Все наклоны. И смотрю, как теперь это можно улучшить, как можно сделать более правильно. И я понимаю, что мне надо все сцепить. Поэтому я делаю копию и начинаю работать над новым вариантом. То, что вы видите, это можно назвать другими словами леттеринг. Логотип – это маркетинговый инструмент в более общем смысле. Обычно он состоит из какого-то написания. И вот это написание – это есть текстовая часть. Она, возможно, бывает леттеринговая или набрана шерифтом, выполнена шерифтом. Ну и какой-то знак, возможно, бывает. У меня знак – это смайлик, который повернут на бок. И если вы не знаете еще, это символизирует буквы В и С. Мои инициалы. Владимир Соловьев. Я продолжаю двигать точки, выравниваю плечи, чтобы все буквы были одной ширины и выглядели одинаково. Для такой работы очень важно научиться инструментам перо, выравнивать точки векторные, почувствовать, что нужно подвинуть, чтобы получился необходимый результат, были те объемы, которые вы рисуете на объекте. Также важно знать, как устроены буквы. Вот, например, сейчас я ищу букву Л. Должна ли она быть углом или она должна быть палочкой? Какой она должна быть высоты? Какие должны быть концы у нее? Скошенные или прямые? Об этом очень хорошо написал Юрий Гордон в своей книге «Книга про буквы». Всем советую. Вот я потихоньку прихожу к тому, что мне нужно выровнять все буквы по одной линии. Потому что я сейчас отразил и увидел, что у меня буквы плавают. Теперь я внимательно присматриваюсь и выравниваю все по горизонтальным направляющим, чтобы все было ровненько. Подправляю мелкие наклоны, высоту букв, внимательно смотрю на скосы. Вроде меня все устраивает. Тут я понимаю, что предыдущие варианты меня больше не интересуют, и я их удаляю. Теперь мне надо аккуратно выровнять все ширины. Моя задумка в том, чтобы надпись выглядела словно нарисована кистью, и поэтому должна чувствоваться ширина кисти. Когда кисть идет вниз, ширина одна. Когда кисть идет вверх тоненьким кончиком, ширина другая. Этого я пытаюсь добиться с помощью вот этих кругов, которые использую в качестве эталонов ширины. Как видите, я не строго придерживаюсь этих размеров, потому что мне нужно добиться впечатления, а не математической точности. Я не делаю новый логотип, я исправляю предыдущий. Стараюсь делать так, чтобы он только напоминал. Такой мягкий редизайн – это очень скрытый процесс. Люди, которые не увидят этот ролик, скорее всего, даже не заметят разницу между моим старым и новым логотипом. Теперь я стараюсь доделать буквы К и А. Выравниваю и высматриваю все нюансы, которые есть в изгибах этих букв. Доделываю все концы букв до скругленных прямоугольников, чтобы все выглядело единообразно. Такие мягкие скругления на всех краях. Теперь я собираюсь делать буквы Р и У. Я их делаю из буквы В. Чтобы они не отвлекали на себя внимание, я выбрал самые простые их формы. Буква Р без кружочка и ноги, а просто с верхним загибом. И буква У даже будет без хвостика, а просто будет чашечкой. В логотипе удобно использовать домен, чтобы рекламировать сразу и сайт. Конечно, если сайт в вашем деле не главное, то делать этого нет необходимости. Я же веду сайт всю сознательную жизнь, там очень много всего у меня. Рекомендую посмотреть. У меня на сайте все материалы снабжены тегами, и если какая-то тема вам интересна, вы легко найдете ее по тегам или по рекомендациям внизу страницы. Вот я наконец пришел к тому, что у буквы У хвост не нужен, и упростил. Выравниваю все кривые. Точку я делаю рифмующейся просвету буквы О. Отражаю по горизонтали, чтобы увидеть то, что я уже не могу разглядеть, потому что мой глаз слишком привык к тому, что изображено. Вы смотрите видео в ускоренном записи, а я же работаю над этим изображением несколько часов, поэтому слишком привык к тому, что вижу. И этот прием, отразить и посмотреть как бы на новое изображение, помогает мне в работе. Еще один прием – это очень сильно растянуть по горизонтали или по вертикали. Тогда будут видны все излишества, все, что выходит за края, все, что немножко неровно. Мне нравится. Отлично. Приступаю к работе над другой надписью. У меня есть второй домен – VLSO.RU, который я использую для краткой записи. Для того, чтобы создавать краткие ссылки, которые легко запомнить и которые легко продиктовать. Потому что, сами понимаете, в домене VLSO.RU слишком много букв, и они сложные, и фамилии непонятные, там еще должен быть мягкий знак, как он пишется, не всегда это можно объяснить. А вот VLSO – это кратко и понятно, и легко. Я делаю эти четыре буквы широкими. Если вы помните, как было на эскизе, я рифмую букву V и букву L, чтобы они заезжали по дурдружку. Букву S и букву O я использую из готового логотипа. И также поступаю с доменом – точкой и буквами RU. Просто уширяю их. Чтобы сделать букву шире, нельзя ее просто растянуть. Надо равномерно переставить все точки, иначе все наклоны как бы увеличатся. Углы все растянутся. Букв немного, я быстро с этим справился. Отражаю, растягиваю, смотрю, что мне не нравится. Мелкие нюансы. Думаю, все. Теперь готово. Сравните со старым. Ну вот и все. Как вам результат? Напишите в комментариях, что об этом думаете. Ну и конечно же поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой канал. И посмотрите остальные мои видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok